18 августа 2013 года, ночной эфир, канал Global Wave. На канале находятся 5 человек, эфир открылся неожиданно, тем не менее устойчиво держатся 5 зрителей. Наша ночная ведущая Катерина демонстрирует, как заели волосы ей в парикмахерской. Особо пытливые товарищи могут скачать этот видеосюжет, наложить музыку и получится видеоклип. Тогда резкость пропала. Ну пропала резкость, и чего теперь поделаешь. Ну ты развлекаешь зрителей? Я развлекаю зрителей. Ну или что ты им рассказываешь. Так, а кто мне в скайп звонит? Давайте мы скажем, кто звонит в скайп. Потому что в скайп входящих звонков нет. Нормально. А ты нормальный. Странно. Нормально, не нормально. Ну. А? Нет, я спросил. А тут? Ну что-то очень много разных ссылок, я даже их открывать не успеваю, я просто их выложу. Алло, привет-привет, слушай, я тебе сейчас кину ссылочку, идет прямой эфир, да, сейчас я кину, а у меня, представьте, идет сейчас конференция Татьяны и Николай Грант, я понял. Ну вот смотри, продублирую им эту ссылочку и они увидят, как это может начать работать. Слушай, раскрою что-то, пожалуйста. Открою. Да, раскрою его, вот эти ножки раскрою. И скотч где-то был. Помните? Так. Открыла, Марин? Открыла. Это реклама, выключай рекламу, там сбоку есть, вот я вижу добавилась ты, 7 человек сейчас на канале находится. А? Ну кто-то сказал спокойной ночи, пришли новые зрители, какая разница, это же интернет. Сейчас осмотри. А сколько открывается? А сколько? Ну так вот, ну да, вот эти ножки полностью раскрыть и все зафиксировать. Ну что, ты видишь трансляцию? Да. Видишь, да? Да. Отлично. Сейчас есть программы, которые позволяют вводить изображение с экрана. Таким образом, видеодиджи может зрителю показывать то, что находится у него в интерфейсе. А в интерфейсе у него может быть несколько окон. То есть люди из разных городов поставили галочку в электронном табло, что они готовы к эфиру. И ты как диджей можешь им сделать отбивку, что выведу вас в эфир через 5 минут, вас выведу там через 30 минут. А тетя Клау говорит, я за молоком пошла, буду с 16 до 18. И ты шлешь оповещение, а вас я выведу там в 17-15 как раз, а к 18 вы пойдете внучка забирать из детского сада. Можно паузу? Вот мы с тобой сейчас разговариваем, я им скину. Они тоже это сейчас слышат? А если они открыли, то слышат, конечно, интерфейс. Что некий модератор трансляции видит перед собой участников конференции. Соответственно, на конференции есть еще секретарии, которые ведут стенограмму схематично выдвинутых предложений, замечаний. То есть то, что надо к штативу промотать. Сейчас, секундочку, я прирублю камеру к штативу, чтобы не держать ее в руках. Запись идет. Она не пишет, она искусствует, что она вообще надела. Она надела, что вообще кто-то поменит. Я не пишу. Я сейчас даже с вашим моментом. Я не пишу, да? Только убрать. Давай, так-так-так-так. Да, такая подлость такая. Ну, знаете. Что? Нет. Вытащи мою книгу, пожалуйста. Нет, ты ее USB вытащи. Здесь? И там тоже. ua. Тихо, пожалуйста. Ётихо, пожалуйста. Нет. Продолжение следует... Вот, модератор путешествует по разным окнам, и в разных окнах разные зрители, зрительские аудитории пишут, или разные форумы пишут и ставят задачи. То есть вот это трансляция ЯТВ. Здесь зрители Аликас задают вопрос, видел ли я какую-то ссылку. Одно нажатие клавиши, и я нахожусь уже в ВКонтакте. И здесь не зритель, а пользователь социальной сети тоже задает какой-то вопрос. То есть пользователи могут пользоваться разными интерфейсами, разными сетями, но так или иначе они все равно завязаны на видеотрансляцию. А не потребители видео-аудиоконтента. А видеоконтент, он тоже, он как... Вот структура Гранта, вот то, что вот описано было, структура Гранта, да? Сегодня вот эта вот картинка. Точно так же по всем социальным слоям существует включение. То есть в детских садах дети занимаются лепкой, рисуют картины, с ними работают педагоги, изучают английский, кто-то французский, кто-то немецкий. Понимаешь, да? Вот. И все это записывается. Все это, во-первых, в прямом эфире пользователь может выбрать, потому что огромное количество педагогов с разными методиками интересными. Вот. И пользователям предоставляется возможность своей навыки, услуги монетизировать таким образом. Это еще инструмент, естественно, и монетизации. То есть для... И самоокупаемости проекта в целом. Понимаешь, да? Вот. Вопрос всего лишь технического... Технической поддержки. Насколько качественно будут выполнены... То есть... То есть что такое YouTube? YouTube это огромнейшее-огромнейшее издание, битком набитое электронным оборудованием, серверами. А за серверами маршрутизаторы, усилители, кондиционеры. Ну, в общем, это... Высокотех... Одни из самых высокотехнологических объектов. Вот. И разворачивать систему надо, понимая, о каком уровне потенциале идет речь. Потому что, когда проводится подобного рода запланированная конференция, то параллельно эту конференцию смотрит несколько... Дистанционно смотрит и слушает несколько переводчиков-синхронистов. Возможно, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, которые находятся дома, но они обладают навыками лингвистическими. Вот. И таким образом у нас после подготовленной такой конференции мы имеем, а, видеофиксацию, подтверждающую, что это состоялось, фиксирующую людей. Мы имеем практически параллельно стенограмму выступления. И мы имеем практически сразу же синхронный перевод конференции. Английский, французский, немецкий, китайский. Понимаешь, да? На 140 миллионов найти синхронистов, желающих поработать на такой канал, о тех идеях, о которых ты говорил, да, ты это фиксируй для Федорова. Вот о чем идет речь. Ну, в принципе, я сейчас включил запись, это, наверное, можно будет переслушать потом. Сейчас я-то вы это записываю. Сейчас записывается. Я так поставил камеру. Вон, ты видишь, два экрана, как бы, да? Вот, это я показываю про образ диспетчерской. То есть, тот или иной лидер, я сейчас фамилию не буду называть, а тот или иной лидер, который услышит, о чем говорит Ярослав Старухин, в очень короткое время получит, фактически, круглосуточную линию поддержки своего движения, направления. То есть, что это такое? Это, точнее, чего не хватает людям? Людям не хватает высказаться, чтобы их услышали. Сейчас такие возможности, что разговор с каждым записывается, для того, чтобы зафиксировать, вот было обращение вот такое, по какому поводу. То есть, вот эта диспетчерская, она одновременно является и, ну, психотерапевтической помощью. У нас ситуация очень фиговая. Понимаешь, и очень много говорится о оказании психологической помощи населению, но фактически это все профанация. Вот. А когда человеку очень сложно, вот даже элементарно, вот организация каких-то сервисов, которые стали возможны, потому что я же с тобой сейчас разговаривал, это записывается, значит, это возможно. По-другому свет поставить, звук поставить, по-другому там чуть. Это уже мелочи. Сейчас рождается некая бизнес-модель. Понимаешь, да? Я не знаю. Ну вот. Определить, что эфир идет, то есть нужно расписать эфирную сетку. Дальше. Ну, понятно, там диспетчерская, но это как бы это один жанр. Я говорю, правильно, расписывается эфирная сетка по часовым поясам, по социальным слоям, по интересам, по направлениям, по специфике. Приглашаем специалистов, которые говорят, как из всего вот этого вороха определить, что главное, а что второстепенное. Как сделать так, чтобы быть услышанным, и чтобы не наказали, и чтобы в рамках действующего законодательства. А что наиболее эффективное? Привлечь малюту, привлечь Зверева, привлечь Нома Цуковского, Иванова, простого. В общем, огромное количество людей есть. То есть, то, о чем я говорил, что... И все это зафиксировать. Дальше у нас в команде есть пытливые люди, которым не лень отсматривать этот видеоматериал. Из всего этого дела потом пишется докладная. Вот и все. А дальше сравниваются те докладные, которые пишутся левыми, правыми, сверху, снизу. И есть вот такое видение. Но наше видение, оно зафиксировано уже сети. Потому что вот эти слова я тебе произношу, это пишется на сервер. Когда мы закончим с тобой разговор, ты просто заходишь, берешь ссылку, я тебе присылаю ссылку и отправляешь в личные адресаты. все, вот так вот это работает. Очень оперативно. Вот. Дальше пользователь на АЯТВ пишет, Парфенов, что сейчас есть синхронный перевод в титры с разных языков. где российские суперкомпьютеры? Как простой гражданин может осознать, что Россия обладает супер-пупер неким компьютером? Как? Элементарно, когда в прямой эфир звонит пользователь и оператор принимает звонок, беседует с этим человеком, используя суперкомпьютер Академии наук, Российской Академии наук, например. Понимаешь, которая для осуществления этой функции занимает там 1 миллион нагрузки, но мощь такова, что все работает, например. Это будет очень наглядно. Понимаешь, да? Сейчас нужно искать новые средства подачи материала. Время высокотехнологичное, а как доносить это не совсем понятно. Вот это сколько, что должно принадлежать наши метровые? Вот это мы сейчас и записываем. Понимаешь, вот сегодня Мельников, кандидат в мэры Москвы, встречался с жителями района. Встреча была около метро парк культуры. Ну, собралось, ну, 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 40 человек. Ну, 40 человек. Все. Он поговорил час и дальше он поехал на следующую встречу. В дороге он пробудет часа полтора или два. Понимаешь, гораздо более высокоэффективней было бы через интернет, например. Аудитория была бы большая. Ты пойми, человек баллотируется в мэры, рядом нету видеоблогера, который выводит в прямой эфир его встречу. У людей этого возраста и этой формации в голове нету этих пазлов. Они не понимают, что такое информационное своевременное информационное доносение информационного события. Они работают с задержкой. И они хотят выиграть у системы. Так у системы не выиграют. Только прямой эфир. Только когда зритель тебя наблюдает каждый день. Он становится зависим в принципе от тебя. Но почему? Потому что он начинает с тобой сопереживать. Создав вот такой вот прямой эфир, который не останавливается, в котором есть постоянные герои и живые герои ведущие, которые там не дураковали, как в Дома-2 или каникулы мексиканские, а занят неким созиданием, сотворчеством, познанием, саморазвитием. Этот канал обречен на успех. Скажи, а возможности продемонстрировать это... Кстати, да, то есть текст я могу выпить, он уже говорит, что ты пишешь? Сейчас, секунду. И облегла бы такой тезис и тема, а сейчас, секунду. у вас готов ответить, это мой комплекс. Тебя тут удовлетворительный? Что? Я говорю, это мой комплекс. Ты говоришь, зачем я это? Спросил его, что-то. Я говорю, это мой комплекс. Мои? Да, мои, мои. Скранно, а вот, что же с вами? Ну, вот, рефлексия такая. Так, Марина. Прием. Я слышу. А ты меня не видишь? Да, вот я. Смотри, на чем построен эффект? Люди одинокие. Люди одинокие. Почему существует такое огромное количество телевизионных каналов? Люди хотят что-то видеть, ну, стараться интересное. А все чаще и чаще наблюдаешь людей, которые прощелкивают все там 55 каналов и говорят, смотреть нечего. Смотреть нечего. И в то же самое время я могу наблюдать, что когда около метро садится трое-четверо, все равно как одетых ребят и начинают играть живую музыку на этнических инструментах, всегда собирается народ. Всегда. Почему? Потому что это практически всегда стопроцентная импровизация, творчество, в прямом эфире, здесь и сейчас. Люди останавливаются в самостохе дня и смотрят это дело и хорошо подают. Они лично являются свидетелями уникального творения. Люди устали от телевизионной подачи материала, что все искусственное. их живому тянутся. Соответственно, будут авторские передачи абсолютно никому неизвестных людей, которые давно хотели стать ведущими, например, читать стихи. И человек с выражением хорошо начинает читать стихи. И рано или поздно у него найдется один или два постоянных зрителя. если нашлось один или два постоянных зрителя у этого человека, это считай победа. Это значит, что создание этой системы превзошло все результаты. То есть каждый желающий найдет себе друга, собеседника, зрителя, с кем поговорить. Понимаешь? Вот. вот что такое как бы новые средства коммуникации. Как их направить? Можно размышлять на тему зомбирования, а можно подумать о том, чтобы создать интерфейсы программы, способствующие коммуникации. Например, маленький городок населения, как правило, пожилое. Им тяжело ходить в собесы, в магазины, там еще что-то. Но территория поселения, она небольшая. Небольшая. И Мария Ивановна может заходить в компьютер, она не разбирается в компьютерах, но она открывает, экран загорается, и она видит свой дом, свою улицу, как бы, ну, знаешь, вот это как на айпадах. Она такая раз-раз, она помнит, что если по этой улице пройти, тут больница, тут участковая, а тут магазин. Она в магазин там заходит, открывается, а там девочка Варя, которая на соседней улице живет, говорит, Мария Мария Ивановна, да, что желаете? Она говорит, мне бы две морковки до лучка. Она говорит, вот смотри, Мария Ивановна, вот этот лучок, вот эта морковка тебе подойдет? Она говорит, да, сколько там, 33 копейки. Она говорит, ну, хорошо. И она вбивает в электронную систему, что Мария Ивановна надо завести три морковки. И та машина, которая едет, ну, там же машины мотаются туда-сюда, понимаешь? И пришло, что нужно отвезти пенсионерке такой-то две моркови и грушу. СО-кооперация. Потому что люди внутри мелких поселений все друг друга знают. Если есть возможность мимо едешь, все равно бензин тратишь. Понимаешь? Вот. И внутри маленьких городов это можно реализовать на внутренних серверах. Там как правило медленный интернет, но все поселки так или иначе окутаны вышками. Вышки и оборудование. То есть достаточно организовать внутри поселенческие сервера, чтобы организовать высокоскоростные трансляции внутри поселения. у ловли выжить. Вот. тогда, когда в те места, где интернет не такой скоростной, все-таки придет скоростной интернет, потребитель и пользователь будет уже подготовлен к этой системе. Вхождение в мировое пространство. Сейчас мы как бы движемся с запаздыванием. у нас интернет запаздывает и пользователь соответственно запаздывает. А в случае развития вот таких кластерных систем внутри поселковых, ну, внутрирайонных, мелкогородских, то уже сегодняшнее подрастающее поколение и старшее поколение, которое ну, иначе как бы не застало обойти технологии. Может приобщиться? Да, все, прошу бы вот это все внедрить в это сейчас движение и оперативность и так приумножило все. Так, Мариночка, а вот показать нельзя вот когда мы его дам кэббик нельзя или мы хотим продемонстрировать вот это сейчас, секунду, подожди. секунду, подожди, 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 фонет, микрофон, если ты говоришь, ну-ка, поговори что-нибудь, скажи. я спросила, вот можно Саше, когда мы с ним будем говорить, продемонстрировать такую возможность вот в записи хотя бы просто показать, что есть вот так, вот так, вот так, можно будет так. конечно, я тебе говорю, сейчас это пишется, и можно будет ему просто показать, ему прислать можно будет. Все, давай, на этом мы заканчиваем, как бы эфир показал свою результативность, как бы, технологию. Марина, смотри, мамочка тобой гордится. Нет, мамочка не понимает вообще, что я делаю и зачем. В больнице и надо транспорт найти, добраться 21 числа до Устюжной, 500 километров. Да, да, да. А где она сейчас? В больнице лежит. А далеко это? 500 километров. Ого. Ого. Все, давай, обнимаю, спокойной ночи. Ссылку я тебе сейчас пришлю. Да, пожалуйста, я могу взять и я из него там документы я выписываю в интервью. Синдесент и в интервью. Как же здесь нет? Марин, Марин. Алло. Да, да, идет на такой в гостке материалы материалы. Смотри, основное, что дело не в Ярославе. Ярослав всего лишь техническая фигура, пока на общем собрании не будет выдвинуть более достойный, лучший, качественный, образованный, красивее, умнее и так далее. речь идет о десятке тысяч людей, которые продвигают это направление, это мировоззрение, это даже сотни тысяч людей. Они просто не выявлены. Данная система позволяет выявить и официально задокументировать личность каждого. никакие. То есть данная система, она будет избавлена от флудеров, от троллей, от придурков разного рода, и так далее. Понимаешь? Потому что каждый гражданин, вступая в эту систему, он прозрачный. Но что такое видео? Известно, где я живу, мой телефон, еще что-то. То есть моя безопасность. если большинство людей пытаются вообще скрыть свое существование в пространстве, люди, которые входят в это следу, понимают, что они становятся прозрачными. Но если тебе нечего скрывать, то ты нормально в этом поле сосуществуешь. Но производя видеоконтент, этот видеоконтент пишется на сервера и фиксируется в нотариальной конторе. Это твое авторское право. И рано или поздно на канал начнут выходить люди и излагать в режиме публичной оферты излагать ноу-хау, изобретения, предлагая это к обобществлению, вложению своего интеллектуального капитала в общий капитал народной корпорации. Global Wave или другое какое будет название. Но суть обобществлению интеллектуальной собственности. Новая научная парадигма это и есть бюджет образующая будущая Россия. Вот самое основное, что когда Путин говорит о инновационной экономике, то нужно осознать, что не производство, фундаментальная наука, проверенная в лабораториях и предъявленная качественно. и лоббирует это президент. У нас есть технологии, которые лечат все заболевания. Я президент страны и я гарантирую. У нас есть технологии опреснения морской воды. Я президент и я гарантирую. Вот какой должен быть диалог. Вот. Да, это все записано. Почему не русское написание? Объясню, что ты как журналист потом раскроешь эту тему. Когда думали над названием, естественно была латиница, то есть название должно читаться, писаться на латинице. Поскольку я ходил на семинар ритмодинамики и эфирщиков, то волна это одно из основных слов, которые используются. Все в мире это волны. Интерференция волн. Интерференция слишком сложна. А глобал и волна мы состоим из жидкости. Жидкость понятна нам визуально. Жидкость мы качаемся. У нас внутри головы жидкость находится. То есть волна понятна. А глобал глобальная, потому что речь идет о галактических преобразованиях. То есть когда ты осознаешь, что твоя голова это всего лишь телевизионный приемник, а информация хранится на вот этой огромной галактической флешке, то и волна она какая-то такая галактическая глобальная. Волна. Волна, потому что кризисы, кондратистские циклы, точка бифуркации, это ты сметает все на своем пути, но если ты на волне, на гребне летишь на доске, то светит солнце и все в ажуре. Все хорошо. глоба вы. Молодец. Скажи, вот то, что идет с правой стороны, идет вот этот текст, вот это кто-то такой алекс сказ, аа, а, 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 да. чат на, чат на... Люди слышат мой текст и разговаривают сами с собой и мне дают обратную связь, что им типа нравилось или не нравилось в услышанном. Понятно. Замечательно. Мне теперь, значит, нужна этот участок. Я получила Танюшка на ней скинула вот эту молитву. Вот. И мы сейчас как раз проговариваем вот этот разговор. Я не знаю, что за ним соскочили или нет Танюшка в грандах. А еще скажи мне, да, у него же фамилия вот назовет его гранд. Он помил, он его гаранн или как прямо не могу ответить. Понимаю. Вот. И мы как раз проговаривали, ну, это, в общем-то, полезное дело. Мы готовили все, что готовили. То есть, надо, в общем, так вот, мне очень хочется, чтобы мы очень правильно подготовились и чтобы, вот как я всегда прежде людей обойти в дверь и найти с тем, зачем мы туда пошли. Кто мне хочется действовать? Слушай, а сделай камеру пониже, чтобы... Ага. Вот, ты попал в историю. Идет запись, ты на экране, конечно же. Вот так еще получилось. Да? Да, классный. классный. Таким, что я стал понятен, как-то, как-то, знаешь, очень вздроем. Потому что он говорит, он говорит, как, да, А я попросила, я попросила, я попросила, если сняться ко всем другим, и пока все понятно, как-то так нам, знаешь, что это как надо, но я всегда хочу, чтобы мы пришли с конкретной запиской, которую оставили для осмысления Саша, и которую он бы читал информацию, и смог бы подготовить, ну, не подготовить, просто он бы сказал, слушай, вот это то, для чего мы никак не можем. Смотри, создание лаборатории теоретической физики и прикладной механики, задача которой в прямом интернет-эфире провести ряд научно-технических экспериментов. Параллельно, на параллельных площадках проводятся философские вебинары, мировоззренческие вебинары, параллельно работают музыкальные студии, пишутся тексты, готовится мюзикл. И все это движется параллельно. Вы понимаете? Это огромное реалити-шоу, которое 24 часа на многих языках мира, в дополнение к Russian Today. Russian Today сейчас признан одним из самых агрессивных иноязычных каналов. Ну, вот я читаю обзор, что Russian Today очень красиво и ловко использует современные технологии для обработки мозгов западного зрителя. Ну, вот, и очень качественные там и ведущие и так далее. Не качественные. Качественные, качественные. Ларри Кинг туда пошел работать после BBC. Вот, то есть, как бы, все нормально. Но зритель внутри России не имеет качественного контента. Не имеет. Потому что все средства массовой информации так или иначе аффилированы. Либо кем-то контролируются, либо кому-то принадлежат. Но так или иначе там никто не идет на эксперименты. Вот, а в нынешнем, в наших условиях, я показываю, что миллиарды не нужны. Достаточно объявить в отдельном городке, допустим, Переславль-Залеский, учение военно-космических войск. Ничего сложного. Развернуть на господствующих высотах несколько автомобилей, дублирующих сотовые сигналы и Wi-Fi. То есть, накрыть район высокоскоростным Wi-Fi. Организовать быстровозводимые конструкции, создать команды по описанному сценарию, придумать квесты. И вот тебе, пожалуйста, и набрать фрилансеров. То есть, кормим, поем, обучаем, одеваем и героями делаем. Нормально? Да, нет. Что еще тебе выдать без синаграммы? Скажи, пожалуйста, я тебе наговорю. Но идея, идея, какая-то идея должна быть. Скорее всего, попросят запросить под православие. Кто вопрос? Ну, так или иначе, скажут. Ну, ты же понимаешь, что Владимир Владимирович и православие, как бы он поддерживает. Но не мусульманцы уж поддерживают, а что-то ж надо. И на территории Переславля-Залезка огромное количество архитектурных памятников, являющихся духовным наследием и также предметами поклонения и паломничества миллионов граждан. Это монастыри и храмы. Когда говорится о правильном донесении информации, лучше, чем организовать прямые трансляции из текста с натуры, лучше не придумать. Ну, как предложение для Патриарха. Потому что на уровне Чаплина это все зависает, ему это не надо. Вот. А заставить Патриарх не может. Но, если показать вкус... Как сегодня Валерия... Валентин Иванович сказал. Сначала людям надо показать вкус. Они не понимают, о чем идет речь. Надо попробовать. И это правильно. Вот. Соответственно, в предложении, которое ты будешь записывать, что это... То есть все, о чем мы говорим, это экспериментальное. Это тестовое. Это пилотное. Но мы не просим. Потому что у нас есть Ярослав Старусин, который уже более семи лет ведет этот канал. И ведет этот концепт там, ну и так далее. То есть сколько уже наработано. Отснято уже километры пленки. Это на канала 7 лет? А? Это на канала 7 лет? Нет, но мне. То есть я вышел на... В каком году я? В 2007 год. Я вышел на митинг и баллотировался. Ты не видел эти картинки? Я сейчас тебе фотографии скажу. Набери в поисковой строке. Задержан кандидат президента Старусин. Яндекс? Да. Задержан кандидат Старусин. Вот набери. Задержан кандидат Старусин. В Яндексе. Да. Сейчас проверим. Р Yahoo! Моя х belleцо. Задержан. Ну да. Нарでは 5 градусов я еще раз Turning. И что? Моя хородина Преагад cappin. Ну, в истории России не было еще такого, только по причине тотальной цензуры это не стало информационной бомбой, ты понимаешь? Только по причине тотальной цензуры, в случае наличия свобода слова демократии, ну, вот я свой процент получил сто процентов, на втором месте было однозначно, и вошел бы в кабинет министров, потому что все средства массовой информации кому-то так или иначе принадлежат. А, ну, это именно из-за информационной блокады? Ну, конечно, из-за стопроцентной информационной блокады. В некоторых интернет-изданиях прошло, что был задержан провокатор, который агитировали за какого-то Ярослава Старусина. Ну, ты знаешь, что после того, как я просветила в геополитике небезусвестном тебе вместе, то для меня сейчас, я даже сама удивилась, почему я такой задал глупой вопрос, вот правда, глупой, потому что все настолько прозрачно и предельно понятно, почему не правильно. Нет, Мария, смотри, речь идет о… Да, потому что… Да, потому что мы знаем кто, что, чего и как. Уже на прошлой неделе СМИ же официально СМИ опубликовали, чтобы где-то США признало, что мы писали инфекцию для России, да? Ну, и что, и продолжая списаться, и все, почему я захнула в том, что… Я думаю, было бы вопрос, было бы, но и почему-то, и потому… Нет, Мария, смотри, речь идет о главной технологической карте подачи материала. Когда мы агитируем или не агитируем за Ярослава Старусина, да за Владимира Путина, мы должны предъявлять ту или иную аргументацию. Если Путина в чем-то обвиняют, например… С Путиным я лично еще не встречался, я его не знаю. Я просто имею инсайдерскую некую информацию и могу что-то как бы предполагать. Но когда говорится о том, что страна оккупирована, когда говорится о том, что средства массовой информации кому-то принадлежат – это некий тезис. Чем он подтвержден? Чем? В моем личном случае, личным опытом. самое дорогое и ценное – свидетельские показания. Понимаешь, да? Да. Существует. Мне не надо на словах рассказывать. Ой, вы знаете, я там был с таким плакатом, тут у меня было что-то написано. Фотографии есть. Понимаешь? Есть фотографии. Если провести независимую оценку этим фотографиям и содержанию текста – это мировая сенсация. Это бомба. Да. Это мировая сенсация – бомба. это было где-то отражено. Снимало порядка ста корреспондентов. Ста фото и видео корреспондентов снимали процесс вот то, что произошло там. Ну, момент задержания меня перед колонной. Потому что задержали колонной. Я прямо перед колонной это все дело развернулось так невероятным образом. Вот. И все фоторепортеры налетели. Вот это и есть самый простой и банальный факт демонстрации, каким образом модерируется информационная пространство. Модерируется. Просто-напросто. Вот и все. И люди видят всего лишь, ну, как винегрет, шинкованную нарезку, которой уже сути никакой нет. Чехарда из трагедии, случайностей, совпадений человеческих факторов, катастроф. И все хуже, хуже и хуже. Каждый год хуже, хуже, хуже. С трибуны нам говорят, живется лучше, 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 лучше. Статистика об этом свидетельствует. Понимаешь, на что у большинства народа недовольство по Владимиру Владимировичу. То, что он оперирует категориями выживания страны. Он не может лезть в шкуру каждого солдата. Он смотрит ситуацию на фронте. А люди оценивают ситуацию из личного состояния в своем окопе. Понимаешь, да? А здесь Владимир Владимирович, он знает, но звучит это так. Сильная дифференциация между разными слоями населения. То есть, кто хорошо зарабатывает и кто, как бы, совсем мало зарабатывает. И настолько он находится под режимом секретности. Секретности. Потому что, вот сколько я проработал в Совете, да? Более восьми лет. Каждый из себя строй Лумника. Он был в Кремле, он знает, он слышал. Ну, сейчас будут вот эти передвижки, вот эти перестановки. Ручка сейчас уберут. Вот этого назначат. Все, что делал Владимир Владимирович, никто никогда ни разу не предсказывал. Ни разу. Это говорит о том, что все операции по перемещению должностных лиц были заранее подготовлены, документы разработаны и утечки не было. Те технологии, о которых я говорил, это совершенно секретные технологии военно-промышленного комплекса. Сверхсекретные, как бы, разработки. Я об этом говорю, потому что это стало известно в ходе публичных слушаний в прямых интернет эфирах Global Wave в том числе. Я это увидел не в закрытых секретных лабораториях, а путем, что люди это открыли. Потом постепенно эта информация стала переподтверждаться в том числе и первым лицам государства. Например, опреснение морской воды Афанасио. Там медицина подтвержденная, сертифицированная, гастированная всеми государственными органами. За черным по белым написано результативность 99%. Но надо быть придурками, чтобы не понимать, что это сотни миллиардов долларов. Понимаешь, да? Но бизнесменов нету в стране, есть барыги. Люди не хотят, вот даже мозгами пошевелить. Какие технологические прорывы реализованы. Так, 50 минут идет наша. Что тебе еще наговорит? Скажи, пожалуйста. У меня такие знакомые есть, Борисов, Володя. Он играет все красно на бусы. Он не только играет, он еще и изготавливает, делает. Кто на бусы играет? Володя Борисов. Когда-то вайди в контакте, в друзьях у меня, Володя Борисов. Красивый мужчина, с цветными волосами, с таким хвостом. И у него был как он в русской рубашке и в гусли в руках. И там есть место, это просто покушет для души. Как он мне вчера пришел... Сначала он на меня рассветился, что наши взгляды не сподятся. Вчера присылали мне приглашение в круг бусы рук. Бусы всех любителей этой музыки. Потому как, ты знаешь же, что бусы этот инструмент, который так же будет получено, уничтожили. Потому что звуки этого инструмента побуждают подсознание, да? Ну, я снимал, я начал цикл фильмов с Mandel Fest как раз с Любослава, да. Да, но, наверное, он его знает. Конечно. У них завтра с 23-го по 25-е будет такое хест-пост, так скажем, красивое, на которой был ты 22-го, 3-го августа. И там, кстати, да, там этот праздник прошлого года есть. Ты посмотришь на контакты. И вот они, говорят, староводы играют, эти инструменты, концерты. Это такое красивое мероприятие всех людей и единственной души в озвученных инструментах. И, в общем-то, это все недалеко отсутствует какой-то миллион-миллион этой деревни. И, в общем-то, вот собирают ребята, дети, красивые, все это красиво. И вот, в общем-то, есть два фильма. Но самое главное, что он, я понимаю, что он сам Барк, он сам, ну, не танцует, пишет песню, выступает, да, из-за этого Барк Круга. Есть, кстати, Каганка Барк Круга, да, такой? Угу. Нет? Угу. Угу. Вот там, где раньше был... Каганка, вот этот клуб, там, когда-то, был невестный театр. Угу. И вот там, если бы там есть азбука, 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 потом еще пафе, какой-то. И вторая же клубка, Барк Круг. Слушай, я думаю, навряд ли это будет интересно Федорову или другим. Сюжет продолжает писаться, 53 минуты идет. Смотришь. Я не понимаю, кто идет? Запись идет. Идет, продолжается запись. Наши? Сюжеты, да, конечно, 54 минуты. Ну, самое неудобное, мне надо оттуда дать умные речи, умные тексты, которые были в начале, чтобы я не воспользовала. Ну, в общем, я желаю, чтобы вы все-таки послушали, потому что не знают всех этих ребят, которые... Смотри, Марин, давай системно. Вот суть в чем, что... Одна из площадок, или несколько площадок, это в том числе студии звукозаписи для музыкальных джемов и так далее. Это новый формат музыкального сопровождения, оповещения, тоже различные... То есть, введение прямых эфиров, когда гостей встречают, выводят, выводятся живые музыканты. Пришли гости, заработала коммуникация, пошла презентация, конференция, еще что-то, музыканты отдыхают там, например. И все это дистанционно. Ну, давай с этим переспим. В общем, история. Нужна история. История женской. Женские энергии. То есть, мужчины все очень одержимы, а женщины должны, как лоскутное одеяло, соткать эту картину мира, потому что вы выражаете, вы Бога знаете. Мужчины в Бога могут только верить, наблюдая вас. Мы и вы — это, принципиально, две разные вселенные. И вот нужно родить новый язык до несения материала, чтобы на разных континентах, с разным нервоззрением, с разным воспитанием люди услышали, осознали, о чем идет речь. И эта великая миссия России, она может это реализовать. И это доносится первому лицу. Это для доклада ВВ. Ну вот, вот сейчас на канале семь человек. Вот запустил я прямую трансляцию в 0.50, сейчас посмотрю, в 0.35, сейчас 1.58. Прошло полтора часа. На совершенно убитом канале интернет-ресурсе ЯТВ 7 человек. Пару дней стоит помещать, и мы будем на первом, на втором месте портала ЯТВ. Параллельно есть площадки-смотрикомы, там еще что-то. То есть разговор с живыми, адекватными людьми — это всегда востребовано. Когда ко мне на работу пришли люди из Медведевского движения… Я не понял, что слышу, где можно их узнать. Ну, хорошо, скину. Айгорь, Ярослав, пока мы обсуждаем, ты взял это и сделал. У тебя людей немного, ну, у тебя 20 человек, но это 100% целевая аудитория тех, которых один на тысячу. Понимаешь, да? Да, конечно. Вот. А присутствуют у нас люди один на нескольких миллиардов. Вот такой Иванов Юрий Николаевич, он на один на семь миллиардов. Понимаешь? Да. Кушлев, он один на семь миллиардов в своей области. Если мы не услышим то, о чем они говорят, мы можем потерять, недополучить, ну, по-разному как бы, отстать. ВВС сейчас в таком же положении, как Сталин. И опереться не на кого, и что делать непонятно, и все сказать не может. Уверить или просто поддержать? Ну, поддержка вот в нашем лице. Я за прорывные технологии, за летающие на релки. Но ВВ должен дать обратную связь. Что он разделяет это. Иначе это как-то очень шизофренично. И тем людям, которые являются рупорами ВВ, вот вопрос, в каком формате будет обратная связь. Это нужно кому-то или нет? Наши портфолио реализованы и готовы. Вот этот вот ролик, это и есть готовое портфолио. И Владимир Владимировичу тоже надо задуматься о том, каким образом попробовать потестировать несколько прямых интернет включений. Вот именно вот таких. Может быть неизвестным блогером Ярослава Старутина. Взять уроки у видеоблогера Ярослава Старутина. Вот я привезу два монитора своих. Ну там есть, как бы я шучу, как бы образно говоря, все, ты приезжаешь и забиваешь, и на любом оборудовании ты это все включаешь. И Владимир Владимирович говорит, о, интересно, я раньше недооценил интернет, но теперь я понимаю, что выиграть в информационной войне первые лица государства, конечно, должны быть. Итак, уважаемые губернаторы, мэры, главы районов, поселков, сел и городов. Я беру за правило вот вещать. В любом эфире. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что такая форма обращения уже существует? Существует видеообращение. Нет. А именно, кто еще, кто рассказывал, как это могло быть? Оно уже кем-то используется? Или живет в таком формате? Слушай, оно реализовано на совещаниях, то есть сначала это было реализовано в ситуационной комнате президента, потом в ситуационном центре МЧС, ну а сейчас эти телевизионные совещания и так далее становятся практикой. Речь идет о том, чтобы в кабинетах чиновников, в кабинетах полиции, в коридорах больниц, если надо, в палатах больниц, работали видеокамеры, где люди говорят, вот я попал в больницу. Ну что я вам могу сказать? Еда на троечку, лечение никакого. Ну как бы, люди хорошие, но у них кроме аспирина ничего нет. Ну, образно. Доступно? Понятно? На почтах. Понимаешь? Реклама по телевидению, это одно там что-то крутит, а здесь приходишь, людей нет, не идут на почту работать. И завалены такой горой, и никакой автоматизации, и получают копейки. И будущего никакого! Никакого у этих людей будущего! Понимаешь, и должны появиться лидеры, которые скажут, дорогие друзья, «Чуть-чуть потерпите!» Буквально завтра начнет понижаться стоимость на электроэнергию, на проезд, на то, на все. Мы самодостаточная страна. Должно быть определение в том тексте. Я это наговариваю. Я не могу это прописать. Я могу это проговорить. Слава Богу, что это пишется. Ну смотри-ка, шесть зрителей. Шесть зрителей стабильно нас смотрят. Два зрителя стабильно участвуют в переписке, а еще, значит, три лет скрываются. А, нет. Два я. Я и ты. Два. Два пишут. А, но два еще в тени. Да. Ну да, они могли не зарегистрироваться, поэтому... Вот. Вконтакте пользователь, который находится, смотрит трансляцию, написал мне вопрос. Какая цель у общества, к которой они должны стремиться? Ну, а не общество, наверное. Ну, общество не может быть без личности, как целого, без частного. Поэтому, если человек сначала не познает себя и не поймет, кто, что и зачем, то в этом сможет понять в целом что-нибудь общество. Потому что общество начинается с каждого личного человека, его отношения и миропонимания. И только после этого он сможет рассматривать себя как частицы общего и придет абсолютно уверенно в понимании того, чем я могу быть полетен. И что я могу сделать и должен, прежде всего, должен. Потому что мы приходим в эту жизнь вообще-то для того, чтобы я эволюции своей в уши. И никогда у человека нет понимания того, что человек живет, к сожалению, в наше время больше, как я говорю, не только интересно. То есть я имею в виду чакры, а не душа, которые как раз и позволяют развивать сознание и более того расширять его, то ему сложно понять вообще, что такое душа, дух, Россия, планета, пьянная. Потому что все это не связано. И эта фраза самая нервная, когда говорили, что от взмок от крыла бабочки, или взмок от крыла бабочки влияет на телек. Я вообще этого не понимала, но когда ты стремишься к пониманию познать самого себя, сначала познать, потом эти знания принять на таком исследовании, когда ты придерживаешься к этому пониманию и определению, что ты его бабочки, и я его называю материалом, то есть само собой жизнь человека, его мировозрение, тогда становится понятно, что делать, от чего стремиться. Поэтому я желаю тем, кто не задает этот вопрос, сначала обратиться познатри себя, и постараться открыть самого себя для себя. Потому что нельзя волнать себя, нельзя волнать покупающего. Вот такое у меня лице. Да, ты видишь видеоряд? Да, конечно. Я сейчас представляю, где они, что они. Да, да, да. А сейчас смотри, то, что вы не видели. Вот это мой интервью, берём у неё. Конечно, выложу, да. Слушай, как настроить пользователи? Сразу пользователи говорят, плохо слышно собеседника. Как бы настроить собеседника, выход через звуковую карту? Вот для этого и нужны там, ну, помещения, специалисты и так далее. Меня плохо слышно? Ну, зрители тебя слышат через микрофон видеокамеры. Да. А по-хорошему нужно, естественно, выводить это на микшер, заводить с микшера, чтобы зрители тебя слышали в первоисточнике. Ну, понятно, что хочется как лучше, но идеи просто сильнее. И опять-таки это всё тоже связано, потому что, к сожалению, очень мало людей, которые соединились познать себя. Поэтому мы умением, то, что мы имеем, и, как сказано, не только заслуживаем. Поэтому сейчас мы понимаем, что мы заслуживаем больше. И мы просыпаемся от этого, как он проснулся. И поэтому мы хотим сделать так, чтобы, проснувши сами, мы стараемся будить людей. Ну, да, да. Ну, время сейчас такое, что людям пришло время соединяться и объединяться людям, то есть вибрация. Вот, смотри, они там играют. Внутри по крыше? Да. Здесь этот большой вот ангар, да? Да, да, да. Ну, когда они отступили, у них этот халош, у меня никакого желания. Ну, вообще такие лопники, что мы сделали, что мы сделали. Так что всё хорошо. Очень даже. Так что надо сначала изменить себя. Изменить себя, если изменится вокруг вас. И ещё есть очень замечательная другая фраза. Глазами всего не увидишь. Зрячее обменешь сердце. И ещё. Многие люди приходят. Многие, молдят. Многие, молдят. А некоторые приходят. И лезят. Поэтому постичь вот эти внутренние, очень лаконичные юнки. Правда? Это как раз случится на самом себе. Вот. Потому что она изменится не больна в себя. Ты не знаешь, чем помочь другому-то. И когда человек говорит, ну что я могу сделать. Сын с собой находится в таком раздрае. Ну, поэтому, что может этот человек сделать, если он не потом сидел. Он не может себе-то помочь. Какая помощь, такая праведная, может быть от него только ожидаемая, если он не знает, что делать с вами. Куда себя послать, наставить, наставить чек. Что делать? Продолжение следует. Продолжение следует. Возлюбить себя. Возлюбить себя. Неинтересно же вы как. Вы решили. Когда все это будет. Кадры видишь, да? Конечно. Вот. Как будто там побывали вообще. Конечно. А скажи, вот этот был последний, который туда сначала не переехал, а потом, он там что-то у них не доладил, а с красами? Нет, нет, нет. Он перепутал корабль, и он ждал другого корабля вообще. Ну, ничего себе. Но он не перепутал, он из команды. Он там что-то такое. Вот он лезет обратно. Да, да, да. Посмотри. Ага. Ну, самое интересное. Ну, не на час, не на сорок. Они, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Слушай. Наши асмиссиканты даже напоминают, что эти иммигранты знают как к игрокам. С одной из старой асмиссии, это они обычно такие. С кадр theo-что. ��ея-кумка Nanumi Taurnico eligacional parting. компания кандидата к президенту можно на такой шаланде проводить. 500 человек сюда влезет. Оператор был явно профессионалом, вот пишут. Почему был оператор? Явно профессионал. Смотри, девчонка вся в наколках. Есть сейчас специальные видеопрограммы, когда оператор компьютера может вывести пользователям абсолютно разные материалы. Он может видео показать, может на доске нарисовать, может титры пустить, может вывести на экран других пользователей. То есть эти интерфейсы уже давным-давно разработаны. Важна политическая воля, чтобы кто-то сказал, парни, мне это нужно. Я это буду первым лицам показывать для тиражирования в регионах. Понимаешь? То есть... Смотри, это же и заработок. То есть это привлечение гражданской инициативы. Людей надо научить пользоваться современным законодательством. Людей надо оснастить инструментарием. Вокруг, например, привожу пример. Есть сквозной двор. Через него ездят машины для проезда к домам. А когда пробки, там маршрутки ездят. И не просто ездят, а летают. Просто летают. Соответственно, современные видеокамеры позволяют простой веб-камерой, оснащенной программой специальной. Замеряют скорость транспортного средства, фиксируют знак, место и так далее. В случае, если бабушек оснастить... Я утрирую сейчас, ну, прототип, да? Оснастить подобным оборудованием. Они смогут фиксировать нарушения и законодательно внести, что вот такие помощники получают часть дохода. Часть дохода идет в бюджет страны, а часть дохода идет вот непосредственно вот такому добровольцу. Понимаешь? И тогда огромное количество бабушек, они и так сидят у подведов, ничего не делают, а так начнут следить за порядком и копейку получать. Я читаю правду. Она по мне относится, как говорится, а то же я поставил диагноз. За что поставил диагноз в диагноз? Нет, это... Они сами с собой. Это юмор у них такой. Конечно. Я думала, что то, что я им там рассказывала, им это не понравилось, но тогда я думала, ну, тогда ребятки совсем. Такие грустно, потому что такие простые вещи, если мы, да, не знаем, мы, конечно, мы... Так, это вот... Это депутат от ПРФ Мельник. Да, кандидат. А, кандидат, да. А он же, скорее всего, депутат, наверное. Извините, я не знаю. Но самое прикольное, знаешь, в чем? Мне написали, нет, нет, мы вас полностью поддерживаем. Спасибо, дорогие. Я надеюсь, что, конечно, подо мной будет. Так, ну, примитивно просто, потому что не знаю себя, но сумма училась. Смотри, в чем... В чем я как... Ну, как... Искушенный, правда, задержан. В чем я вижу подвох? Кандидат в мэры прибыл. Вот здесь вот это хорошо видно. Кандидат в мэры, стоп, вообще не отличается от картинки на плакате. То есть он в том же костюме, в той же рубашке, в том же галстике. А может, это у него специально такая фишка, и вообще так задумано межмекерами, чтобы вот узнать, успея? Я понимаю, поэтому я ему не особенно верю. Понятно. Он неестественен. Хотя можно, конечно, предположить, что у него один костюм, одна рубашка, один галстук. Ну, я думаю, что это фишка, конечно, уже специально сделана, для того, чтобы сразу... А, вот он с плакатой, вот он ярче, то есть он запомнился, знаешь, вот узнавая. Ну, наверное, так уж. Так, Марин, зайди на трансляцию, и в трансляции мышку наведи на изображение, и там всплывет окно. Я даже навеку... Да, там лежит ребята, да, да, то есть в конце почти ничего не слышно. От меня не слышно. Выключи, выключи динамик. Наведи, вот там, где количество зрителей, слева значок динамик. Наведи на него мышку. Динамик, какое значок? Я же, ты думаешь, такая... А, подожди. Это где звук? Да, да, да. А, вот ты знаешь, я, 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 я сейчас вас усилить, я вас... Наверное, выключи звук, ты меня по скайпу будешь слышать. А, включили. Так, я нажимаю, мне... Сейчас, я уменьшу. Не уменьшу, и ты его прям выключи, а по скайпу останется свет. А, это не получается. Как я... А, все, выключилось сейчас? Ну, наверное, да. Потому что там нет как раз у тебя. Да, просто происходило наложение у тебя, я слышал тебя и твой микрофон слышал сам себя. Да, да, да. Был такой... Да, сейчас я снова нормально слышал. Ну, отлично. Ну, ладно, не будем отвлекаться. Ну, тебе все понятно? Конечно, конечно. Ну, вот я очень хочу, чтобы это тоже прозвучало. Вот мы сейчас как раз набираем вот, вот, вот все позыри. И вот мне, то сами ребята написали уже, Николай, с конечкой, что... Ну, в общем, сейчас дарутся. Они смотрели кусок трансляции? Она сказала, что не могу, потому что я написала обоим, что вы смотрите, а они говорят, что если они на высотой связи, то они не могут, ну, не отключившись, они не могут войти. Почему? Да куда? Они на трансляцию могут войти. Что за ерунда? Ладно. А там пошел кто-то такой еще походил на полоску. А, было. Смотри, вот эти, марафонцы бежали сегодня. Вот вертолет летал. Вот видеокамера у него закрепленная вот здесь вот. Бежал марафон. Сейчас покажем вам марафон. Марафон кто? Это марафон? Нет, ну что ты, проход... Ну, поняла, поняла, да, 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 да. Уникальный кадр, когда сняты. Увидеть, товарищи. Это полнопережный дверцая полоса? Да, 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 перекрыли полностью движение. Слушай, как вам хорошо это видно, прям хорошее изображение. Ничего себе. Сейчас я вам подниму по разрешению видео. Вот, я вам поднял разрешение. Смотри, как картинка лучше стала. Лучше стала? Да, мне лучше. Ага, правильно. еще лучше. Чего себе, ты репортеры так ездил? Да. Сейчас я вам повторю этот сюжет. Я вообще балдел. Я такого не видела. Красивая фотография, вообще сама по себе. Групповой такой снимок. Так, 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 так. Чуть назад, чуть назад. Вот. Красиво? Да, да, да. Да, ищите в одинаковых эфире. У тебя ручек такой. Сейчас закончились, да. Тогда это было в самом разгаре. Нет, я не могу вообще. Вот они, вот смотри. Вот он, вот он, сумасшедший кадр. Вот он, вот этот кадр. Да, да, да. Вот этот. Да, вот этот. Хороши, да? Близнецы и братья. Вот, вот так вот. Ах, вообще красава. Ха-ха-ха. А сколько стран принимают участие? Это я торможу картинку. Это мне... Сейчас, подожди, я сделаю поменьше разрешение, а то что-то лагать с того, ребят. Что ты говоришь? Сколько стран принимают участие? Вообще, да, вот эти соревнования. Слушай, я не знаю, вот смотри, вот я картинку взял, вот это там все страны разные. Вот видишь? Вот цветные картинки это табличка той или иной страны. А, ну у вас мелко, наверное, да? Вам плохо видно. Вот, а это вот вы. О, ну слушай, вот такие тетечки, я, конечно, поняла, что они очень хорошо не ведут. Слушай, посмотри, у тебя выключен микрофон, у тебя, по-моему, на трансляции звук остался. Меня слышно? Тебя слышно. На трансляции надо выключить звук. То есть мне надо его выключить? Да, да, да. На трансляции. У меня не получается, потому что я не могу. Раздела мне. Надо нажать левой кнопкой мыши на значок динамика громкоговорителя. Я на него нажимаю. И у меня убираются вот эти полосочки. Правильно. Правильно. Ну да. А, ну значит, мы выключим, да. Ну ладно, тебе уж не похоже отдельно. Ну, значит, конечно, тогда он лень. Вот она, диверсия. А что тут на один звук? Объединение всех милиций. Да будет так. Ну да, ну да. Ну я очень радовалась, когда уже в начале этого тысячелетия уже разные конфессии начали говорить об этом. И уже вот это режиме, которое было служить на дети, конференции, каждый сам засидят, то есть каждый говорил «Нет, но я лучше, 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 дальше». Да, мы много были у Гранта. Конечно. Мы много пробыли там. Три часа. Три часа, да? Конечно. Все равно мы были бы там четырнадцать и семь в начале восьмого. Ну да, быстро прошло. А вот тут где в картинке Гранта должна быть. Они в эфире, они наверное ждут когда освобожатся и пройдет опять в космос. Вчера космонавты выходили в открытый космос, но у меня есть моя подружка, которая знает виноград командира корабля, который сейчас вот там полгода летает. и она с ними не выходит даже в интернете, да? Да, да, да. И меня наше посадило, ну, в прошлом месяце они отец выходили и я не смотрел. Это прямая трансляция на сайте Московского. Ага. Это прямая трансляция. И вообще очень здорово. А у меня, между прочим, есть запись, когда говорят первого полета, вот наш оказывается пристанический общий доз, который, которого зовут Николай, он мне прислал эти диски и там первый поют космонавта один в один записывать. иллюминатор, вот, ну, все, все, что его это час сорок, когда вот тот, кто же сделал паралл в Африкорбете медленно плакал. Я вообще очень-очень даю так, что интересно. Ну, да, если я делаю эту трансляцию, Смотрел, я бы смотрел. А, ну, когда ты что-то составляешь, особенно, когда, да, они выходят с солнца, из горизонта появляются солнцевые инфекции. Я бы смотрел с этим космическим картинам. Да, я бы смотрел с этим космическим картинам. И, что, это, с